Насколько эффективно республика распоряжается государственным имуществом, обсуждали сегодня в Доме правительства. Приватизация унитарных предприятий и оформление в собственность невостребованных земель – главная тема расширенного заседания. В республике продолжается работа по ликвидации хозяйственных обществ и государственных унитарных предприятий. Статистика показывает, по итогам прошлого года получили прибыль только 8 губов. К списку убыточных могут прибавиться и другие предприятия. За первые полугодия текущего года чистая прибыль получена 7 унитарными предприятиями – более 17 миллионов рублей. Из них наибольшую прибыль получили губ Чувашгаз Минстроя – 10 миллионов 814 тысяч рублей, губ Чувашской республики спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт». Убыточно сработали губ формации Минстроя – 480 тысяч рублей, чуваш автотранс Минтранса Чуваши – 32 миллиона рублей. Губ Чувашской республики «Фильтр» – минус 19 тысяч рублей. Очередная кампания приватизации хозяйственных обществ и губов стартует в следующем году. Для республиканского правительства это приоритет. От того, насколько эффективно используется госимущество, будет зависеть и доход регионального бюджета. В 2016 году запланирована приватизация двух предприятий. Это губ «Фильтр» ГЧС Чуваши, губ «Чувашская книжная издательница» Минформ политики, 6 пакетов акций «Чуваш Металл», АКБ «Чуваш Кредит Промбанк». Неплохим источником дохода для районов должна стать и невостребованная земля. Ее необходимо активно вводить в оборот. Правда, не везде эта работа проводится эффективно. Канарский, Борецкий, Комсомольский, Чебоксарский, Янтиковский. Они сдают либо в аренду земельные участки, либо продают их на торгах. Остальные здесь не указаны районы, которые никак не распорядились своими земельными долями. Вместе с тем очевидно, что только вовлечение этих земельных участков, либо земельных долей в гражданский оборот имеет цель в оформлении прав на земельные доли и с муниципалитетами. Задача – перейти все в цивилизованные взаимоотношения. А это ваши доходы, по крайней мере, за землю. Здесь нужно биться за них, пусть небольшие, но дополнительные возможности. В собственность муниципалитетов должны перейти и земли, входящие в зону ремонта нефтепроводов и газопроводов. Эту работу необходимо завершить до конца года. Медрик Ковалев, Андрей Спиридонов. Республика.